Добрый день, уважаемые участники! Рада вас приветствовать на очередном вебинаре технопарка фонда Сколково. Меня зовут Ахмадинова Юлия, и сегодня, как обычно, буду осуществлять сопровождение нашего мероприятия. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли меня слышно, не возникает ли каких-то вопросов. И пока жду от вас обратную связь, тогда я зову череплавлен сегодняшнего мероприятия. Тема вебинара – это визовый миграционный департамент. И спикер Евгений Лавшук расскажет как раз сегодня о том сервисе, который данный департамент предоставляет. Всем добрый день, уважаемые участники! Меня зовут Евгений Лавшук. Я рад сегодня провести вам вебинар очередной. И он будет посвящен визово-миграционному департаменту в технопарке Сколково. Прежде всего, стоит начать с того, для чего был создан данный департамент. Естественно, он изначально был рассчитан на участников проекта Сколково в первую очередь, а также на ключевых партнеров фонда Сколково. И в основные цели входит помощь в решении визовых и миграционных вопросов. Это основной блок, который мы предоставляем. Второе, естественно, это создание информационного ресурса. Вы, наверное, видели, либо после вебинара сможете увидеть то, что на сайте фонда Сколково в разделе технопарка. Есть страничка как раз-таки визово-миграционного департамента, где есть некоторые бланки документов, некоторые полезные информации. Также в данном разделе вы можете оставить заявку на тот или иной сервис. То есть маленькими шагами, но все-таки мы стараемся создавать некий удобный инструмент для связи с вами, также для обмена опытом между участниками, между, может быть, заявителями еще на данном этапе, чтобы вы смогли поделиться с вами. Вебинар, который проводился, они и так далее будут проводить, чтобы вновь прибывшие участники, а также старые участники могли ознакомиться с информацией, либо, естественно, заявители, либо просто заинтересованные лица, которым данная сфера является близкой. Также хочу сказать, что 31 числа этого месяца в технопарке Сколково на территории бизнес-центра Урала состоится семинар по визово-миграционному департаменту, где будет точно так же представлена презентация департамента, будут обсуждаться проблемы трудоустройства иностранцев, не только трудоустройство, но и, в принципе, схему работы с иностранцами для участников проекта Сколково. Так что всем, кто заинтересован, вы в конце этой презентации сможете увидеть мои контакты, и заявку, естественно, можете оставить, чтобы мы вас могли внести в реестр как раз-таки участников этого семинара. Также у вас будет возможность обсудить какие-то сложные моменты, с чем вы сталкивались, какие вопросы, может быть, предложения, которые мы сможем в дальнейшем донести до наших государственных органов. Планируются также методические рекомендации, скорее всего, это будут некие онлайн-брошюры, размещенные на сайте как раз-таки группы визово-миграционного департамента в разделе технопарка. Ну и, соответственно, это консультации участников, либо еще консультации заявителей, которые на стадии получения статуса, естественно, мы консультируем, то есть с чем могут столкнуться будущие участники, либо уже участники, с какими трудностями, с какими особенностями в привлечении иностранцев к ним в компании. Основные виды услуг, естественно, которые оказывает наш департамент, это содействие в оформлении приглашений. Речь идет не только о рабочих приглашениях, но и о деловых, так как многие иностранцы приезжают к вам для каких-то переговоров, может быть, для проведения обучающих сессий, и за это, ну, то есть они делают это на добровольной основе, либо, может быть, они просто заинтересованы в некоем обучении, либо в участии в семинаре, и тогда для этого оформляют, соответственно, бизнес-приглашение. Если речь идет о работе, то есть о получении некой прибыли на территории Российской Федерации от участника, то и, соответственно, это рабочее приглашение. Приглашение необходимо для дальнейшего оформления виз, иностранцам в стране их проживания, то есть они получают на руки данные приглашения и уже с ним обращаются в то или иное консульство. Содействие в уведомлении государственных органов, начиная от налоговой, заканчивая центрами занятости, ФМС-ами, отделами УФМС, то есть не только управлением, но и территориальными УФМС. Естественно, мы оказываем поддержку в содействии в оформлении разрешения на работу, это, наверное, один из основных блоков и самый популярный, так как многие участники уже начинают набирать профессиональных иностранцев к себе в компании, и услуга действительно крайне необходима. Также мы осуществляем содействие в присвоении ИНН иностранным сотрудникам. Многие иностранцы не хотят стоять в наших налоговых очередях, и мы, естественно, помогаем избегать данных сложностей. И ежедневные консультации по тем или иным вопросам, ситуации бывают разные, то есть и стадии проблемы точно так же возникают разные. Как это может быть после уже того, как, допустим, вы заключили договор с иностранцем, вы не знаете, что делать, либо до того, как вы заключили. Естественно, мы даем консультации. У нас над этим работают не только наш департамент, но также мы обращаемся и к информационным источникам, проверенным, и к юридической документации, к законодательствам. Что подразумевает вообще проект Сколково? То есть на что вы можете рассчитывать, став участником? Ибо если вы уже участник, в чем ваше преимущество перед стандартными юридическими лицами? Ну, в первую очередь, это отмена квотирования на привлечение иностранной рабочей силы. Если кто-то из вас вообще сталкивался с трудоустройством иностранцев, наверное, знаете, насколько эта процедура проблематична, и она, честно говоря, очень во времени занимает большое количество. Соответственно, нашим законодателям было принято решение упростить эту схему. Сейчас схема для всех участников Сколково применяется именно схема высококвалифицированных специалистов, то есть которая не подразумевает обращение ни в центры занятости, ни в оформлении разрешения на привлечение на компанию. Соответственно, оформляется только разрешение на работу самому иностранцу. Ну, если это визовая страна, естественно, требуется правильный тип приглашения и визы. Появилась возможность заключить трудовые либо гражданские правовые договоры на срок до трех лет, то есть в стандартном порядке это был год, соответственно, в упрощенном порядке, то есть в порядке при лечении высококвалифицированных специалистов разрешено заключать договор на три года. Ну, соответственно, если вы пишете бессрочный, то срок действия договора будет максимален с иностранным работником. Плюс есть возможность его безвыездного продления, соответственно, иностранцу не нужно думать и ломать голову, как организовать вот эту вот поездку за получением новой визы. Все это можно сделать безвыездно на территорию Российской Федерации. Также налогу было принято решение об отмене госпошлин за разрешение на работу и рабочее приглашение. Обращаю внимание, что только за рабочее приглашение, за деловое приглашение по-прежнему взымается госпошлим. Вообще, если речь идет о нашем с вами взаимодействии, то есть как мы работаем с участниками, на каких условиях, вы можете видеть на слайде, каким образом это все происходит. В первую очередь, естественно, надо упомянуть, что Технопарк предоставляет услуги на возмездной основе, так как все-таки мы коммерческая структура, получается, у нас все-таки общество с ограниченной ответственностью, и перед нами ставят определенные задачи. Соответственно, если вы заинтересованы в той или иной услуге, вы направляете запрос, либо по звонку, либо, может быть, вы решите написать в консультационный центр, либо вы выйдете как-то на визовый департамент напрямую. Запрос может звучать очень простым образом, то есть приезжает иностранец, или хотим привлечь иностранца, что нам нужно, то есть в самой простой форме. А дальше уже по ходу разговора будет понятно, что вам нужно и какой вариант наиболее оптимален для вас. После этого мы заключаем с вами, Технопарк Сколково заключает договор с участником на оказание услуг, где вы можете ознакомиться со всеми тарифами, с условиями, с какими-то пунктами договора. Ну, это скорее такой стандартный договор на оказание услуг. Далее происходит подготовка необходимых документов, либо это может быть одновременно с заключением договора. Допускается, то есть вы направляете нам необходимую информацию, как то копии паспорта иностранного гражданина, копии документов об образовании, либо копии уставных документов компании. А мы, в свою очередь, подготавливаем полный пакет документов, заполняем все анкеты. Вам остается лишь только распечатать их, ну и, соответственно, подписать и поставить печати. Далее мы забираем у вас подготовленные документы, распечатанные, и уже самостоятельно общаемся с тем или иным государственным органом. Соответственно, вам не нужно ломать голову, как пораньше приехать, как встать в очередь, а где находится, допустим, та налоговая, или где наша, где... в какую налогу вы нужны иностранцу обращаться для оформления ИНН. Естественно, все это мы делаем за вас. После этого, как документ готов, после течения определенных сроков, которые точно так же прописаны в договоре, мы доставляем вам готовые документы. Единственный момент, есть некоторые виды услуг, в том числе, точнее, не в том числе, а, наверное, самое основное, это разрешение на работу, которое иностранец должен получить самостоятельно. Тут вариантов нет никаких, потому что в Федеральной миграционной службе ведется учет, все с этим строгое. Ну и, соответственно, это не территориальная УФМС, где действительно какие-то безумные очереди, там по 400 человек стоят каждый день, а это лишь ФМС России, где обслуживаются только высококвалифицированные специалисты и, соответственно, участники Сколково. То есть, среднее время ожидания, наверное, минут 10 в такой стандартный день, то есть, если нет никаких проверок, либо нет никаких делегаций, которые приезжают именно к оптам получить вот эти все разом разрешения на работу. Давайте я вам сейчас вкратце расскажу о именно этапах, какие вам необходимо пройти при заключении трудовых отношений с иностранным работниками. В первую очередь, с чего это вообще начинается, это заключение трудового договора, либо гражданско-правового. Это все зависит от вас, какое вы примете решение, как вам будет наиболее удобно, то есть, какие условия вы прописываете в договоре. Есть некоторые нюансы насчет договора, одного или другого, который работодатель обязан соблюдать. первое, естественно, и самое важное, то, что работодатель теперь несет обязанность заработника в плане обеспечения его добровольным медицинским страхованием. То есть, работодатель должен организовать этот процесс, какие условия, то есть, как либо полностью работодатель будет оплачивать, либо частично вы уже договариваетесь самостоятельно с работником. Как я уже говорил, договор может быть заключен на три года. Ну, и еще один пункт, то, что необходимо прописать, возможно, в шапке, либо где-то по тексту, что данный сотрудник является именно высококвалифицированным специалистом. После того, как договор заключен, вы согласовали все нюансы с иностранным работником, вы можете приступить как раз-таки к оформлению разрешительных документов. Что касается, есть два вида разрешительных документов на ближнее зарубежье и на дальнее зарубежье. Естественно, пакет документов от этого практически не меняется, то есть, если речь идет о ближнем зарубежье, то вот, как вы видите на экране, все эти документы предоставляются, в том числе и нотариальные копии, и оригинал трудового договора. Единственный момент, что для ближнего зарубежья не требуется наличие визы, ну и, соответственно, не требуется оформление приглашения. Что касается дальнего зарубежья, то есть, собирается полный комплект документов и он дублируется, то есть, либо этот комплект документов ксерокопируется, либо точно такой же комплект подготавливается одновременно. Это делается для оформления приглашения, именно для дальнейшего получения визы. Но, если ваша организация впервые обращается за подобным приглашением, то при естественно, при первичном обращении вас попросит предоставить еще дополнительные документы на постановку юридического лица ФМС России. Это было сделано с декабря прошлого года, так как все-таки это разные направления, и ФМС России приняло решение разделить данные, данные виды услуг, которые они предоставляют, чтобы вести документацию, отчетность, чтобы они могли понимать, сколько компаний обращается, каких компаний. Соответственно, список документов на аккредитацию, назовем первичную постановку, одним словом, он не сильно отличается от того, что вы видите, то есть дополнительно составляется анкета в двух экземплярах, плюс уставные документы на компанию. Срок оформления всех разрешительных документов, в том числе и на ближнее зарубежье, и на дальнее, и на приглашение составляет 14 рабочих дней. Возможно, задержки в 1-2 дня, но это скорее, если начальник не успел подписать само приглашение, потому что он самостоятельно это делает, возможно, небольшие задержки, но, как правило, они все выдают вовремя, и серьезных проблем с этим никогда не возникало. Про ближнее зарубежье тут все понятно, то есть подаются документы, проходят 14 рабочих дней, и, соответственно, документ готов, иностранец может приехать лично его получить. Что касается дальней зарубежья, немножко другая ситуация, то есть документы сначала подаются на разрешение на работу, потому что без поданных документов на разрешение на работу дальнейший процесс невозможен, то есть у вас никто не примет документы на оформление приглашения. Соответственно, мы рекомендуем подавать эти документы одновременно, дабы не разбивать вот этот строк в 14 дней. Соответственно, собираются полный комплект, если вы первый раз обращаетесь 100 плюс комплект на аккредитацию компании и все подается практически в режиме одного окна. И готовность будет, естественно, всех этих документов в один день, что наиболее удобно. После того, как документы поданы, мы получаем приглашение. Естественно, это приглашение направляется иностранному сотруднику, который в данный момент находится за рубежом. Он с этим приглашением обращается за визой. Ему ставят восстановленные сроки консульством той или иной страны визу в паспорт, после чего он может сюда въехать. Сразу хочу уточнить, что виза выдается многократно на срок действия до трех лет, если договор был заключен трудовой или гражданской правовой на три года, то, соответственно, и виза у него будет действовать в эти же сроки. Виза у него получена, стоит в паспорте, он приезжает сюда. Первое, что ему нужно сделать, это получить самостоятельное разрешение на работу. Он точно так же его получает. Далее он привозит, естественно, документы к вам в компанию. Что требуется с вашей стороны в первую очередь? В течение десяти календарных дней вы обязаны уведомить налоговую службу, именно в вашем деле зарегистрировано о том, что у вас работает иностранный специалист. Для этого составляются уведомления и сопроводительное письмо. Данный документ можно управлять либо почтовым уведомлением, либо при личном обращении. также после получения разрешения на работу специалисту необходимо получить ННМ и уведомить об этом ФМС. Но ФМС уведомляет не сам работник, а работодатель. То есть если иностранец получил ННМ, он точно так же его привозит вам в компанию, показывает, составляется письмо в Федеральную миграционную службу на бланке компании, естественно с печатью, со всеми выходными данными иностранца, ну и данными полученного ННМ и направляется почтой в ФМС России. Мы рекомендуем делать это почтой, просто если вы передавать это именно на приеме, то штампов к сожалению пока что не ставится на документы о принятии уведомлений. Соответственно при очередной проверке вы не сможете доказать, что вы уведомляли если вдруг оно потеряется либо забудут нести в базу. Поэтому наиболее оптимальный вариант это отправление именно почтой. Эти процедуры необходимо сделать в течение 30 календарных дней с момента получения разрешения на работу. Италия остается в принципе самый наверное простой, но важный этап, о котором не стоит забывать. Несмотря на то, что для участников Сколково отменены требования по заработной плате, что касается высококвалифицированных специалистов, никто не отменял требования по уведомлению о выплате обязательств по заработной плате перед работами. Соответственно существует определенный вид уведомления, которые необходимо раз в квартал направлять ФМС России для того, чтобы они вносили эти данные в базу и могли вести некий учет. То есть это делать обязательно. Пока что на сегодняшний день за это не предусмотрено никаких штрафов. Возможно было упущено это, но все-таки если будет прецедент, сами понимаете, что это судебное разбирательство, я думаю, что это никому не интересно, так как это волокит и постоянно нужно и на суды ездить, естественно, и защищать свою сторону, что довольно-таки непросто сделать перед госорганом. Далее хочется сказать о том, что вы вкратце знакомы с процессом, с процедурой, естественно документы эти не просто составляются, нужно знать некоторые нюансы и наша ценовая политика технопарка соответственно складывалась именно из этих всех моментов. В первую очередь это трудоемкость, насколько это затратно именно сотрудника направлять в тот госорган, сколько это по времени занимает, естественно, это все учитывается. Также сложность подготовки, потому что существует ряд моментов, которые, как, допустим, то ускорение каких-то документов, это в принципе сделать сложно, это на первый взгляд кажется, что может быть просто, что там подписать один документ, но это действительно требует усилий, и соответственно существуют также еще документы, в которых очень много информации, которые нужно правильно вбить, чтобы не было никаких ошибок при моменте получения разрешительных документов. Также мы ориентировались на рыночную стоимость услуг, но хочу сразу сказать, что она ниже рыночной стоимости, потому что все-таки большинство участников являются стартапами, соответственно, денег на первом этапе бывает много не у всех, им было принято решение, что цена будет ниже рыночной, ну и соответственно особое положение участников. Какие преимущества будут у вас, если вы решите все-таки на сотрудничество с технопарком Сколково? В первую очередь, наверное, самое привлекательное это бесплатные консультации, вы можете в любой момент обратиться, написать, позвонить, естественно, вам ответит сотрудник визового департамента на соответствующий интересующий вас вопрос. Также мы оперативно реагируем на обращение, у нас не бывает такого, что какой-либо участник, либо если это консультация, то соискатель, либо может быть партнер, либо просто человек заинтересованный обращался к нам и не получал ответа, либо разъяснений. Также, как я уже сказал, низкая стоимость услуг. Еще одним плюсом является ваше минимальное взаимодействие с государственными органами, вам не нужно вот эти безумные очереди стоять, думать, в какой госорган, бывает такое, что приезжаешь в один, оказывается, что он уже месяц назад переехал, чтобы вы с этим не сталкивались. Мы также отслеживаем готовность ваших документов, вам не нужно думать, что вот там как дела обстоят с разрешением на работу, мы вас информируем о приблизительных сроках готовности документа, соответственно, в этот день мы проверяем готовность и уже сообщаем вам, что ваш сотрудник может подъехать и получить разрешение на работу, если речь идет о разрешении на работу. Также это льготы при обращении за консус услугами, потому что показывает практика многие участники не знают, какими они льготами могут пользоваться, то есть и как это правильно сделать. Естественно, общаясь с ФМС России напрямую, мы вам можем с уверенностью сказать, что все льготы, которые предусмотрены законом, они будут работать, будут действовать, просто их нужно правильно представить. То есть бывает такое, что не все предоставляют свидетельства о том, что они участники, а потом начинаются некие разборки, почему мы же участники. Чтобы такого не было, естественно, мы вас проводим эти вебинары, консультируем, но при обращении к нам вы можете даже не думать об этом, то есть полный пакет и перечень услуг будет взят именно под контроль технопарком Сколково, и вам не нужно будет делать каких-то дополнительных действий. Также предполагается, что будут вводиться дополнительные услуги на льготных условиях, такие как, например, сейчас речь идет о нотариальных услугах и услугах курьерских. На данном этапе мы пока что разговариваем с нотариальными конторами, ищем наиболее удобную для нас, чтобы они смогли как-то и нашим участникам помогать, и консультировать их в некоторых вопросах, ну и, соответственно, если вам нужны какие-то нотариальные заверения, доверенности, мы организуем эту процедуру, чтобы вы смогли обращаться именно к проверенному нотариусу, который действительно вам даст полную картину, что вам действительно нужно. Что касается курьерских услуг, естественно, это услуги из бизнес-центра Урала по территории Москвы и ближайшему Подмосковью, я думаю, что в ближайшее время этот сервис будет запущен, так как уже довольно-таки много участников располагаются на территории Урала, и действительно данная услуга необходима. Ну и соответственно в нашей работе, в работе визово-миграционного департамента это тоже неотъемлемая часть. Также сейчас ведутся переговоры на тему именно визовой поддержки в плане выезда российских граждан на территории иностранных государств. Это, конечно, такой щепетильный момент, потому что тут нужно отдавать отчет, что услуги оказываемы только участникам и партнерам, и нам нужны какие-то подтверждающие документы того, что действительно сотрудник участника проекта Сколково направляется именно в ту страну для развития, а не для каких-то своих личных целей, для развития этого проекта, возможно, участие в семинаре. Сейчас идет обсуждение на этот счет, вот, но как только этот сервис будет запущен, естественно, мы вас дополнительно проинформируем. Благодаря вас за внимание, за то, что вы прослушали данный вебинар, надеюсь, информация была полезна для вас, более подробно об этом всем будет обсуждаться на ближайшем семинаре 31 числа, так что я вас призываю, приходите на семинар, участие, естественно, бесплатное, вы сможете задать какие-то интересующие вопросы, узнать, где есть подводные камни, как лучше выстроить работу с иностранными партнерами в плане именно взаимодействия, в плане логистики, вы видите мои контакты на экране, то есть вы можете смело звонить мне, писать, я буду рад ответить на ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое, Евгений, за ваш доклад. Коллеги, вы имеете возможность задать вопросы в чате либо голосом, а также напоминаю, что презентация, которая сегодня демонстрировалась, находится в медиабиблиотеке, в общих файлах, можете скачать ее к себе. У нас достается еще некоторое время для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы, если у вас таковые имеются. Коллеги, в правом верхнем углу экрана есть значок для открытия медиабиблиотеки, два листочка, синий-желтый. Нажав на него, открывается медиабиблиотека и там в общих файлах находится PDF-файл сегодняшней презентации. Довести на его название и на зеленую стрелочку вниз. Хорошо, коллеги, если вопросов больше нет, то спасибо всем большое за участие. Ждем вас на... Спасибо, Юля, до свидания всем участникам. Хорошего... Спасибо всем дням. Всего доброго. До свидания. Приходите на семинар. Всего доброго.